Будущий святой земли русской родился в мае 1314 года в боярской семье. Ему дали имя Варфоломей, и, казалось, судьба мальчика была предопределена. Богатая семья, большие перспективы, достаток и положение в обществе. Однако светской жизни карьера отрока не прельщали, ему хотелось уединиться по примеру древних отшельников, но любовь к родителям удерживала юношу в родной семье. Когда же отец и мать ушли в мир иной, Варфоломей, предоставив наследство младшему брату, вместе со старшим Стефаном поселился в десяти верстах от Радонежа, в глубоком лесу. Братья рубили деревья своими руками, строили келью и малую церковь. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. Многими чудесными явлениями была славна жизнь Стефана, постриженного в монашестве с именем Сергий, но каждый из нас еще из школьных уроков истории знает его как миротворц, вложившего в разум враждовавших князей московского и рязанского, стремление к миру и совместному выступлению во имя свержения монголо-татарского ига. Объединение, согласие, движение к свету и миру, как это было всегда, в любые времена, нужны людям, как мы хотим тишины, умиротворения, спокойной жизни. Не так давно в Рязани состоялся большой крестный ход в честь 700-летия святого русской земли преподобного Сергия. А ведь немногие знают, что на закате своей жизни он сам шел в нашу землю, шел врачевать словом мятежную душу гордого и самостоятельного князя Олега Рязанского, примерять его с Дмитрием, тем самым донским победителем Мамая. 64 года было тогда Сергию. В трудный, опасный путь он отправился лютой зимой, спешил преподобный, потому что прежде всего после Бога любил он родную землю, свободу и мир на ней. А ведь после поля Куликова опять пошел раздрай среди могущественных князей. Вновь готовы были они идти войной друг на друга, Олег Иванович Рязанский и московский Дмитрий. Мир на Руси, мир и согласие. Таково было устремление Сергия Радонежского. А лично для себя святой старец никогда иных благ не желал. Более того, когда в его же монастыре началась борьба за главенство над обителью, преподобный Сергий покинул стены, которые долгие годы создавал своими руками. Вот этому бы поучиться нашим современным руководителям. Найдется ли сейчас хотя бы один человек во власти, который ставил бы интересы Отечеству выше своих? На словах каждой герой грудь колесом, на деле пустыня безлюдная. 8 октября 1392 года святой Сергий Радонежский ушел из жизни. И сегодня от русских людей глубокий поклон ему, его делам, его заботам.